20 февраля в стране стартовала важнейшая фаза электоральной кампании – голосование. По 24-й включительно можно отдать свой голос за кандидата досрочно. Это касается тех избирателей, которые не смогут в единый день голосования в воскресенье прийти на избирательный участок. Участки для голосования в Бобруйске, как и по всей стране, начали работу в открытом режиме. Период досрочного голосования продлится 5 дней с 20 по 24 февраля. Избирательные участки будут открыты с 12 до 19.00 без перерыва на обед. 25 февраля в единый день голосования с 8 до 20.00. Все прошло в штатном режиме, участок наш открыт, члены комиссии готовы для работы и сегодня уже идут избиратели прямо с 12 часов. На участке для голосования номер 30, который располагается в средней школе номер 27, с утра многолюдно. Некоторые голосующие пришли сюда заранее, чтобы первыми отдать свой гражданский долг. Я голосую ради своей страны, ради себя, ради своей семьи, все тех, кто меня окружает. И я голосую за стабильность, за спокойствие, за уверенность и за мирное небо. Отметим, что электоральной кампанией предшествовала большая работа. В этом году у нас впервые проходит единый день голосования. И подготовка к этому единому дню голосования началась давно, сразу после проведения референдума. И мы прошли тренинги, мы изучили методические материалы. И наша комиссия готова к проведению этой кампании. Многолюдно с утра и на участке для голосования номер 25. Люди приходят, голосуют, выражают свою гражданскую позицию. Среди них и Александр Суходольский. Все обязаны выполнить свой долг. Обязательно надо прийти на участок, проявить свою позицию. Позицию за крепкое, стабильное будущее, за сильную власть. Учитывая тем более, какие сегодня присутствуют внешние, экономические, политические факторы. Просто другого быть не должно. На участке голосования номер 59 зарегистрировано 23 человека, которые будут принимать участие в выборах впервые. Для них подготовлен подарок. Конституция Республики Беларусь со всеми изменениями, которые произошли в процессе референдума. Ну, скажем так, это такой основополагающий документ для наших молодых людей, которые начинают свою взрослую жизнь. Принять участие в голосовании – это не просто проставить галочку. Это в прямом смысле внести личный вклад в формирование будущего. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.